Всем привет! Это канал Turkish People, меня зовут Елена, и мы на нашем канале рассказываем обо всем интересном, что происходит в Анталии, в Турции. Я сегодня вас зову пойти вместе с нами на новогоднюю ярмарку. Она открылась 24 декабря и будет по 2 января. Она находится, сразу рассказываю, это называется пирамид парки, потому что вот эта стеклянная пирамида, и весь парк носит ее имя. Напротив стадион, рядышком 5 Мигрос, торговый центр, оттуда можно прийти сюда пешком, вот мимо этого парка. Пошлите посмотрим, что есть на ярмарке. В прошлом году не было никаких ярмарок, не было никаких развлечений, мероприятий, ничего, потому что мы все сидели дома. Гражданам Турции вообще было запрещено выходить на улицу в новогодние праздники. Ну, а нынче у нас праздник. Посмотрим, как же выглядит ярмарка по-турецки. Вот есть развлечение для детей. Ой, и упала. Конечно же, еда. Да, без еды, ну не может обходиться ни один праздник. Ну что, пошли покажем еду. Пойдем. Я ведь знаю, что самое вкусное. Это тоже, да? Очень вкусно. Это очень вкусно. Мы сначала все обойдем, потом мы это поедим. Это эрзурум чаки бабы. Очень вкусно, они в дюрюм заворачивают. Давай спросим, сколько стоит. Мяраба. Емель, на которой? Лаваши, отус беш. Отус беш. В лаваши, слышал? Тридцать пять лет. Так что придем, возьмем потом. Ча, мы динь, тадо, да? Там. Ой, он тебе предлагает попробовать. Мама. Давай мы Андрюше дадим, он у нас голодный. Андрюша после школы. Держи. Давай, давай. Смотрите, какой кусочек мяса. Ну как? Очень вкусно. Вайба. Да. Очень вкусно, правда. Мы сейчас снимем, придем сюда, смотрим дальше, что есть. Так, здесь. Вот тоже, видишь, жарят как шашлык, тоже кебаб. Все, что из мяса по-турецки, это кебаб. А это джиер. Смотри, ты видишь, это печень. Тридцать лир стоит. Ой, вот. Если они заготавливают столько много фарша, значит, они это все продадут, потому что только-только вечер начинается, сюда приходят именно вечером. Вот, ичли кефте. Это такие пирожки с начинкой. Десять лир стоит. Ну, и чай, кефте острые. Это кто любит. Здесь чай, кофе. Турецкий именно. Именно. Греется здесь вода, внутри она все время горячая, горячая. Вот, как во всех турецких кафе. Здесь тоже мясо. Это у нас тантуни. С курицей и из мяса. Тридцать лир стоит, а из курицы двадцать лир. То есть, вот есть места, поесть. У нас, когда была книжная ярмарка, одни и те же места вот здесь работали. Вот, кефты. Видишь, тоже мангал работает. Вон, горячие уголечки настоящие. Здесь вам котлетки пожарят турецкие кефты. Сауна. Мы сначала покажем все на улице, потому что потемнеет скоро. В Анталии в 17.50 темнеет, сейчас в 17.35. Меня мама забрала из школы. И мы поехали на ярмарку вдвоем погулять, посмотреть. Я вижу тут пушка с пеной. Да, будет снег. В общем, пока кроме еды так сильно ничего развлечения не вижу работающих. Есть батуты. Сколько работает эта ярмарка? Ярмарка работает с 11 утра до 22 часов. Дальше это просто уже парк. Видишь, там тоже мы ходили. Это уж стационарно. Если вы придете сюда днем, советую пройти прямо. Здесь такое очень красивое озеро. Да, быстренько на минуточку добежим. Потому что там сама ярмарка проходит. Вот прямо внутри этой стеклянной пирамиды. Она подсвечивается. Так что мы успеем еще. Ярмарка что мы подразумеваем? Мы думаем, что там будет сладкая вата. Я думаю, там будет даже все. В Турции продают все. Даже оливки мы там найдем. Могу поспорить. Там будет что-то съедобное. Ну и может какие-то сувениры. Улица турецкого кинематографа. Видите, заканчивается 2002 год, 2004, 2005, 2007. И вот, собственно говоря, 2010 годом здесь заканчивается. Этот парк подсвечивается. Вечером здесь приятно гулять. Правда, холодновато у нас в Анталии. Но хорошо, что потеплело. Днем плюс 14-16, ночью плюс 6. И причем плюс 6 уже становится 12 вечера. Вот прямо резко. Раз и холодно. Как только солнце сядет, сразу холодает. О, приходят сюда кормить лебедей, уточек. Ой, смотри, раньше лодки не было. Или я не виделась? Ман, видишь? Текне называется по-турецки. Такой вид. И там дальше тоже есть места отдыха со столами. Мы там как-то вот сидели, тоже чай пили. И там туда видно море. Вот дальше, если вы дойдете. Такой вот водоем. Ну, здесь тоже вот кафешки, но с той стороны мостики есть. И вот видите, там дорога, машина проезжает. Там уже 5 иммиграсс. То есть совсем недалеко, в центре города, в шумном месте, вот такой уютный, красивый парк. Ну что, идем на ярмарку? Здесь жарят рыбку хамси. Смотрите, прямо на сковороде. О, это они в хлеб добавляют эту всю рыбку. Здесь такая каруселька. Так, что я вижу? Ну что, идем на ярмарку? Посмотрим, что такое турецкая новогодняя ярмарка. Самая большая у нас в Антаре, которая когда-либо проходила. Да, тут булочки готовят. Как они их готовят-то? Ну, а это такое тесто и потом масло. Мы уже пришли. Ярмарка выглядит большой. Какие декорации. Нам попкорн продают. А это ходячая елка, представляете? Здесь новогодние украшения. Ой, это что, фотографироваться? Смотри, в секунду. Здравствуйте. Сколько здесь фотозон? Пройдем в домик, где-то ворозит. И вы еще не говорите, что турки не празднуют Новый Год. Традиции приходят и сюда. Бесплатно вот это все. Ой, мам, знакомые вот это, это было раньше стояло. Да, да, на главной площади было, Джунхей, Мейтаны. И это включается, и внутри шарики все летают, и людей туда пускали. Новогодняя атрибутика. Новогодняя атрибутика. Это мэр нашей Анталии. Новогодняя, пойдем, поглядим, что будет без дедни. Это детская комната. С 24 декабря по 2 января. Такая обширная программа. Это вот маленькие лавочки. Написано, что разные кооперативы. То есть вот небольшие предприятия. Что-то здесь продают. И чаи продают. И сыр. Масло вижу. Ой, как пахнет здесь. Вот смотри, у нас такого чая нет в магазинах. Какой-то другой. Оливки по 25 лир килограмм. Как же без оливок жить-то? Я же говорила, оливки будут. Я угадала. Вот сыр. Сыр в овечьей шкуре. Видишь он? Смотри. Это мед из артвина. Тут цены нигде нет. Они сами называют. А вот есть, смотри. Килограмм 590 лир. Какие-то подсвечивые камни. Здесь есть натуральная соль из камней. Вот на по 20 лир написано у них. Вот свечки, мед тоже. Салеп. Салеп это делается 10 лир стоит. И снова мед продает. Ой, смотри. Сколько всего пикмезы, сиропы. И сладости. Не похоже на обычный продавец. Ну, очень удобно, когда нет цен. Получается, что ты чувствуешь, что на твое лицо посмотрели, и тогда только тебе цену назвали. Здесь хатай. Даже очень много сладостей. И из разных районов Турции они отличаются. Вот деревянные досочки 175 лир большая. Из орехового дерева. Ой, что, сколько у него всего есть. Ложечки. Для раскатывания, смотрите, кто хочет. Маленькое вот это, как раз тесто раскатывать. Раскатывать. А так, он ложечки, от 10 лир начинается. Тут даже расческа, видишь, 20 лир стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот новогодние подарочки. С Украины, а это из Азербайджана. Здравствуйте. 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 Нюансы. Какое есть? На всем заработать. Это максонный заработок. Нельзя портить. Легче, это да. Согласна. Сколько все продаются. А то, я думаю, есть... Какие знакомые это названия, да? Что-то нам не знаю. Поставка какой-то можно будет. Ну, пусть один раз попробуем. Да, конечно. Я не знаю, как он найдет. Он стоит. С кемера в работа. Один и максонный заработок. Пастель. Я сначала почувствовала запах, потом уже его увидела. Вот видите, его дают попробовать. Если не понравится, не покупайте. Так он хитро-то заманивает. Хочешь попробовать? Нет, честно говоря. Не любишь? Мы потом пойдем мясо с тобой поедем. Да, я уже... Орехи, суп. Якшонар. Суперфрукты. 40 лет лет. Турецкие, это все называется, что я имею в виду. Это Лебли-Би. Это, кстати, сладкие. А, спутник. Ой, Лебли-Би-то мое любимое. Вот я вот эти вот сладкие это бы люблю. Это ныть. Ой, смотри, тут сколько продают. И дают пробовать. Маленькие ложечки лежат, видишь? Можно взять попробовать. Может, там вот интересно. Это сироп из каратут. Сероват. Из такого. Да. Попробуем. Да. Сладкие. По мне, притерно-сладкие. Мы какой-то брали более кислые. Да, да, да. Ой, тут еще дают попробовать. Это фундыки, в смысле. Это паста из ореха. Из мунука. А с молоком все будет. А это вкусно. Вкусно, да. Ох. Килостонека, да. 60 грамм. Я, кажется, сильно разбавляю. Ну, с молоком, потому что. По козу. По огромному. Вот эрешты, это домашняя лапша. И смотри, которая делает руками, нам видишь, 35 лир за килограмм стоит. Вот у нас в магазине рядом с домом 30 лир тоже учил в одной работы. Потому что обычно в магазине она около 5 лир только. О, это для супа Тархана. Тархана, это готовый уже суп там его развести и все. Смотри, а это сухарики такие продают. Масло. Масло 90 лир. Домашнее. Эрзурум. Такое всегда кошар называют. Рукодильный вещь, колокольчики. Браслеты. Перекликни, когда? Перекликни, 70 лир. 85 лир стоит. Рукодильный вещь, колокольчик, колокольчик, колокольчик. Ручная работа. Ручная работа. Видимо, они где-то еще торгуют, потому что по-русски знают эти слова. А мы здесь были, мам, кстати. Мы были. Мы не снимали, я же сказала. Вот смотри, сколько сучуков это называют они. А чурчхела. Они слово чурчхела не знают. Это сучук здесь. Даже сучук это и колбаса. Ореховая колбаса. Ну смотри, около всего. Сначала люди все пробуют, потом покупают. Ну вот мы тут уже были. Да. Да. В общем, только еда. Еда, еда, еда и масло. Вон мы даже тут проходили. Ну что, пойдем на улицу и мы есть. Пойдем. Давай. Это свечи. Кстати, тут цены есть на свечи. На свечи. Да, да, да. 30 лир такая. 15 лир маленькая с подставкой. Елочные украшения, подставки. Мам, смотри, даже помидоры и перцы продают. Ну а что, домой в 7 всегда надо. Вот, это корадут сушеный, только белого цвета. С щелковицем. А где он очень сладкий? Ну с я. Щелковица очень вкусная. Все. Все. Посмотрели. Смотри, как тут все. А, вот смотри, зашли буквально ненамножко. Уже потемнело. Еще пока не очень холодно. Ну что, пойдем по мяску? Пойдем, пойдем. Дюрем возьмем? Да. Все, мы вернули. Сейчас будем есть. Нам уже делают дюремы. Как есть-то хочется, да? Мне не очень. Я понимаю, как моему сыночку хочется. После школы это. Ну, красиво здесь все подсвечивается. Очень уютно. И, наконец-то, потеплело в Анталии. Они вовнутрь засовывают еще немножко салатов. Листья салата. А, я вижу помидорчик. В общем, делают шаурму только без соуса. Потому что соус сам идет от мяса. И, честно говоря, действует очень приятно. Видишь, две палочки идут на эту порцию. Еще подогреется. Там, там, вижу, органек еще. Слушай, я бы прям весь съел бы. Продолжал бы, откусил бы. А, тебе кажется. И постоянно это на огне стоит. На всех ярмарках они есть. Я хочу, чтобы я не могу. Хочешь, айран? Давай. А чеколмасын, капаллы, осмой. Бей, айран. Давай, смотри, какой котик здесь. Да. Мама просто не держалась. Я тут только начал видео снимать. Очень вкусно пахнет. Пахнет шашлыком. Ладно, давай, все. Приятного аппетита. Мы не дождались, чтобы лаваш нам прогрелся. Андрей говорит, давай быстрее. И так вкусно очень. Я сказал, мы хотим есть сейчас. Может, мы еще захотим заехать в торговый центр? Вкусно. Это, я вам скажу честно, это вкус шашлыка. Шашлык хороший, с дымковым, прожаренный. Если такое, видите, попробуйте. Видите, дают всегда попробовать. Понравилось, тогда покупайте. Рекомендуем 100%, 10 из 10. Если вот на этой ярмарке, это вот рекомендуем, точно. Ну, прям самое первое место здесь. Въезд, кстати, на машине бесплатный для тех, у кого есть машина в Анталии. Все, мы уже вышли. Ну как? Мы довольны. Мы поели, посмотрели. Мы ничего не купили и вышли с пустыми руками. Я вам скажу почему. У нас в Кипезе тоже есть ярмарка новогодняя. Она чуть-чуть поменьше, чем вот эта. Она проходит у нас в Кипезе. Кент Мейданы, у нас пешком 1-15 идти. И на этой ярмарке был Юсуф. Ну, конечно, он и видео снимал, и пришел с покупками. Я это видела, что он там купил. Поэтому мы не брали сегодня ничего. Мы только интересно прогулялись, посмотрели. Вас тоже зовем сюда, если вы живете в Анталии, или просто вы здесь отдыхаете. Просто прийти прогуляться. Здесь красиво, очень красивый парк. Днем красиво здесь. Ну, и посмотреть турецкие товары из разных городов. Ну, и вообще, хорошо провести время. Скоро Новый год, Новый год. Самое главное, что мы вкусно поели. Вы понимаете, для турок любой праздник без еды не опойдется. В принципе, мне это нравится. Новогоднее настроение. Ну, вот да, нет в Анталии снега. Но новогоднее настроение есть. Потому что делаем его мы себе сами. Ну, да... Ой, как темно. Ну, все, прощаемся мы в этом видео. До скорых встреч завтра. У нас видео выходит каждый день. Пока-пока. Пока. Лайк, не жалко. Отвечивается колесо обозрения. В актур парке. Весели новогодние гирлянды на все деревья и кустики. В прошлом году, кстати, такого не делали. Вот такой торговый центр. 5 Амиграс. Весь он в лампочках светится. Красиво выглядит. Сверкает прям. И места нет. Тихо. Продолжение следует. Продолжение следует...